Профессии, которые пока нет в России, но существуют во всем мире. Пока что мы находимся на статусе, скажем так, общественных консультантов и занимаемся тем, что поддерживаем и поощряем распространение естественного вскармливания среди российских масс. Не только российских, по странам СНГ членов ассоциации насчитывается более 200. В наших рядах есть мама, которая имеет опыт собственного кормления более двух лет и также прошедшее обучение по программе ВОЗ мать и дитя и также врачи, которые являются нашим советом врачебным и также некоторые представители даже администрации медицинских учреждений по России и странам СНГ. О чем я хотела сказать? Сначала, наверное, о проблематике. Речь идет о том, что сейчас, ну, кажется, что это такая тема немножко, ну, скажем так, непонятная, в чем проблема. Но проблема есть. Проблема состоит в том, что в обществе принято за норму, скажем так, немножко, в обществе принято за норму не норма, искусственное вскармливание детей. То, что является потенциально опасным для их здоровья, то, что повышает риски, вероятность возникновения различных заболеваний, очень многих, не буду перечислять каких, потому что исследований множество. Вот, то, что является следствием недобросовестной, в том числе рекламы производителей детских смесей. Когда, то есть, эти производители, скажем так, распространяют бесплатные образцы в больницах, где создают такую рекламу, которая, которая с самого, скажем так, еще до рождения ребенка формирует у мамы представление о том, что смесь – это лучшее после лучшего. Однако это совершенно не так. Возговорит о том, что лучшее после материнского молока – это также материнское молоко насцеженное. После этого еще худшим вариантом является донорское молоко. И самым уже последним вариантом из четырех является... Потому что если бы мы говорили о проблеме, например, донорства, была бы разработана некая эрзац-кровь, какой-то химический суррогат, и мог бы переливаться людям. То есть он мог бы являться каким-то фактором риска для людей, опять же, повышать вероятность заболеваний, но был бы повсеместно распространен. Нормально? Вроде бы нет. Что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию? Она, кроме того, осложняется тем, что... Ну, в связи с 70-летним у нас строительством коммунизма нарушилась совершенно преемственность поколений, и мамы не могут, скажем так, помочь своим дочерям совершенно естественно и спокойно провести вот этот период грудного вскармливания и дать ребенку некий задел на будущее, некий задел для его здоровья. У нас в России существует достаточно вялый текущий процесс внедрения инициативы Всемирной организации здравоохранения больницы доброжелательной ребенку. Их в России не очень много, не в каждом регионе они есть. Это те больницы, в которых внедряются 10 принципов дружелюбия ребенку, тех принципов, которые обеспечат мамам поддержку и помощь. И обеспечат наиболее, скажем так, наибольшую вероятность для того, чтобы кормление удалось. Если мы сейчас говорим о том, что около трети мам докармливают до года, на самом деле только 3% из 100 могут испытывать какие-то объективные проблемы в выкармливание детей. Так вот, да, как раз инициатива, то есть диплом, который присуждается тем или иным медицинским учреждением. Ну и в первую очередь, конечно, мы говорим о роддомах. То есть что нужно, наверное, о приложении сказать побыстрее. То есть приложение, я хотела бы, чтобы оно представляло из себя, во-первых, ну, как бы это несколько срезов, да, первый срез – это картирование, карты. Карты, на которых можно будет видеть, насколько дружелюбен тот или иной регион или город, вообще, ну, скажем так, дружелюбен в плане именно темы, да, поднимаемой. То есть первое – есть ли в нем больницы доброжелательной ребенку, да, должны отмечаться отдельно. Если есть больницы, которые не, скажем так, не имеют этого возовского статуса, насколько они объективно также являются, ну, как бы соответствуют или не соответствуют хотя бы немножко этим принципам. Возможно, как бы наверняка есть и вопиющие факты. Вот, в тех, в которых практикуется раздельное пребывание мамы-ребенка, в тех, в которых ранее недоношенным детям не разрешают маму приближаться к ним и держат отдельно, от них, соответственно, также подрывая возможность, ну, как бы подрывая возможности мамы помочь ребенку, даже, ну, когда у него есть проблемы. О, ладно, мини-презентацию мы сделали за 2 минуты. Все нормально. Да, с поездом не успела сделать. Вот, значит, и на картах будут показаны эти больницы, можно будет по каждому объекту делать комментарии мамы, то есть, наверное, какие-то формализованные будут вопросы, потому что, ну, чтобы, скажем так, не было необъективных каких-то оценок, да, понравилось, не понравилось, вообще там, как рожать, сейчас напишу рассказ, то есть этого не должно быть, а именно вот в среде поддержки грудного всталения. Как бы было ли ранее прикладывание, держали ли совместно маму и ребенка в палате, то есть, ну, и как бы основные вот эти 10 шагов. Дальше, также на карте могли бы отмечаться места проведения бесплатных лекций, консультаций, координаты консультантов, наличие горячей линии по поддержке грудного вскармливания, и неплохо было бы, как бы силами пользователей создавать фактические списки врачей дружелюбных грудного вскармливания, потому что, опять же, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что любой специалист, который вообще отношения может и не имеет к этой проблеме, по любой проблеме, которая ему кажется, что есть у ребенка, может сказать, все, прекращайте кормить, в этом проблема. Либо любое заболевание у мамы, когда мама приходит к врачу, ей, скорее всего, сразу скажут, кормите, прекращайте кормить. Хотя на самом деле ограниченный список болезней, при которых кормление невозможно, то есть в том числе гепатит, ВИЧ, открытая форма туберкулеза. Даже закрытая форма туберкулеза можно кормить, просто нужно знать это, и нужно доносить, скажем так, до врачей эту информацию. Вот мониторинг этот, да, и не только, ну, не является основной целью проекта, но и он тоже, да, то есть как бы первое, да, вот этот срез, мама должна, то есть она увидит эту карту, она посмотрит, что у нее в городе происходит, да, возможно, даже какие-то анонсы вебинаров, оффлайн-мероприятий, координаты, да, врачей, возможно, там, хирург, который ей там позволит кормить после операции, да, ей нужен, или кто-то другой, вот, увидит, опять же, есть ли больницы более или менее, да, которые приближаются к статусу, о котором я говорю, вот этому возрастному статусу больницы доброжелательной ребенку. Кроме того, хотелось бы, чтобы, извините, я волнуюсь, хотелось бы, чтобы это было не просто мониторингом, конечно, хотя этого было бы достаточно, но побуждать маму по общественной инициативе. Я могу сказать, что это очень возможно и очень реально, потому что как раз человек, который прошел через какие-то трудности, которому помог интернет, консультант или прочее, и он преодолел какие-то, ну, там, изначальные, может, установки неправильные или проблемы, он понимает, насколько это удобно и легко, насколько много он дает своему здоровью и здоровью ребенка, что становится, скажем так, на какое-то время энтузиастом этого дела, понимает, что искусственное скормление на самом деле зло, вот, и готов к каким-то конкретным действиям, но не знает как. То есть единственное, что, да, это можно обсудить на форуме, там, пахать, поухать, ну, и, скажем так, закрыть страничку и дальше продолжать себя спокойно кормить. На самом деле, если направить эти, скажем так, их энтузиазм в нормальное русло, то можно будет добиться увеличения, реального увеличения вот таких больниц, как бы количество этих больниц за счет обращения мам, за счет того, что можно будет, скажем так, объединить их и как раз-таки позволить обращаться по каждому поводу, где, ну, по их мнению, да, ну, не нарушайте их права, ну, по крайней мере, не выполняются здоровьесберегающие вот эти технологии. То есть когда, там, ребенок заболел, его забрали, там, на два месяца в больницу, совместного пребывания нет, а ему два месяца. То есть мама взбыв вышла, она знает, куда обратиться, она видит, что, ну, то есть на сайте, может быть, эта форма, с помощью которой можно обратиться, то есть разработаны какие-то, или обращения просто совместные. Мы это спросим, там, либо, возможно, это будет обратная связь с врачами, с администрацией тех или иных роддомов, то есть мы сможем попросить их, скажем так, зарегистрироваться также на сайте, как в проекте, ну, может быть, да, там, по ямам, то есть бывают представители как раз власти, по-моему, да, по дорогам я видела. Вот, и также, возможно, обращаться непосредственно к ним. Ну, много чего еще можно сделать, но основные вот эти срезы я проговорила. Вот, наверное, какие-то есть вопросы у вас? Я думаю, что когда завтрашняя презентация, она будет более обстоятельной, возможно, даже я что-то забыла. Спасибо. Ваш вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...